Я уже просто 10 миллионов лет не делала видео с покупками и сегодня как раз настал этот день, потому что накопилось очень много мелких каких-то покупочек, новинок косметики и хочу о многом поговорить, поэтому давайте не затягивать видео, сразу приступать. Первый продукт, который наиболее относится, наверное, к лету и к жаре, это фиксирующий спрей от Wet n Wild. Сейчас на какой бренд ни посмотри, у них обязательно в линейке фиксирующий спрей будет. Что же касается этого фиксирующего спрея, то мне он нравится своим свойством продления стойкости макияжа, но не нравится тем, что если с ним немножко переборщить и сделать не один легкий такой вот сбрызг кожи, а ну так пару раз пройтись по лицу, то он оставляет прям такую видимую глянцевую пленку на лице, которая выглядит как вот блестящая жирная кожа. Поэтому если будете покупать, то вот буквально там где-то вверх воздух, а потом вот так вот надо словить вот это вот то, что падает уже на ваше лицо, тогда нормально все будет. Что же касается тональной основы, взяла я еще одну тональную основу от Milani, теперь у меня их две, это Conceal Plus Perfect. У меня был оттенок 2 Natural, но этот оттенок, это конкретно такой вот загорелый мой оттенок, то есть где-то на середину лета, я решила взять первый, который называется Creamy Vanilla, потому что подумала, что он должен быть светлее. На самом деле этот оттенок первый какой-то странный, потому что он дико желтый просто, и если вы хотите посмотреть, как я его наносила, то можете посмотреть мое видео там, где я тестирую силиконовый спонж, там именно первый оттенок я тестировала, и очень многие там мне писали, боже, какой ужасный тон, он очень желтый, вот да, вот если вам не нужен желтый тон, то первый не покупайте. Что же касается общих характеристик этой тональной основы, то она очень классная, потому что это бюджетная тональная основа, но она имеет очень плотное покрытие, действительно очень сильно плотное покрытие. Наносить я советую не спонжем, а какими-то кистями в стиле, сейчас покажу чего, в стиле вот такой вот какой-то кабуки или овальной кисти синтетической, потому что если будете наносить спонжем, получится очень толстый слой на лице, поэтому ее нужно прям растягивать, но при этом она перекрывает вот действительно все полностью, даже консилером толком пользоваться не нужно, потому что очень плотное покрытие, но при этом нет ощущения маски. Второй тон однозначно советую на лето, у них кстати вышел нулевой тон, его я не пробовала, но можете посмотреть в своем интернете, мало ли он удачный. Так, хочу вам еще тоже рассказать о кремовых тенях, я вот взяла в Фаберлике три оттенка кремовых теней, меня многие просили сделать на них обзор и хотели узнать мое мнение о них, потому что я делала недавно видео о тинтах от Армани и аналогов тинтов от Армани, вот это конечно не аналог тинтов от Армани, но это очень достойные тени, вот прям вполне нормальные, все здесь зависит от оттенка, потому что вот этот зеленый, номер у него кстати 54-54, он не очень, потому что вот даже вот когда swatch делаешь, он неплохо выглядит, но если наносишь на веко и начинаешь чуть-чуть подтушевывать, этот зеленый куда-то улетучивается, его вот как бы вот он был и вот его нет, скажем так. А вот эти два оттенка напротив ведут себя очень хорошо, особенно 54-51, просто потрясающий оттенок, это такой вот нежно-нежно розовый и с мелким-мелким шиммером, таким каким-то серебристым, очень красиво для дневного макияжа, для какого-то такого ненавязчивого макияжа и действительно красивый освежающий цвет, мне понравилось, но смотрите, с вочи какие-то оттенки могут быть немножко хуже, какие-то немножко лучше. Что касается тоже быстрого макияжа, вот такой вот карандаш у меня появился от MAC, называется Grey Tide оттенок, опять-таки, знаете, это просто быстрый макияж, вот своеобразная база под тени, вот если вам такой вот цвет нравится, 100% берите, очень стойкий, держится пока вы его не смоете и есть небольшое время, чтобы его растушевать. Я его использую именно как базу под тени, либо я его использую, если уже совсем какой-то ленивый макияж, я беру просто чик-чик-чик-чик, немножко даже пальцем подрастушевать и все, в принципе, готово. В нем есть небольшое количество шиммера, но в основном он выглядит вот так вот, что-то среднее между сатиновым и металлическим оттенком. От MAC тоже у меня появилась помада, которую я очень давно хотела, оттенок называется Blankety. На самом деле я искала аналоги помады Charlotte Tilbury, которая называется Kim KW, очень громкий такой нашумевший нюдовый оттенок, и я на сайте Temptalia нашла аналоги на эту помаду, и один из самых удачных, как мне показалось, это была помада от MAC Blankety. Как видите, это нюдовая помада, формула у нее Amplified, то есть она очень такая увлажняющая и такая вот как масляная прям на губах. Что же касается этого оттенка, то если на Kim Kardashian это выглядит круто, то на мне, наверное, не совсем так круто, как на ней. Оттенок красивый, но это такой розовый, немножко как серым он отдает на моих губах. В каких-то макияжах выглядит неплохо. Вот просто по сводчу кажется, что вот такая вот розовая нюдовая помада, но именно на губах создается ощущение, что какой-то вот сероватый подтон в ней есть. Я все же люблю больше такие вот именно более нагло розовые или розово-персиковые какие-то помады, они меня больше освежают. И в принципе на похожих на меня цветотипов я вот именно такие оттенки больше советую, нежели какие-то серые. Так, дальше по помадам. Вот это как раз помада, которая вот такая вот красивая розовая нюдовая. И ее тоже как аналог вот этой вот от Charlotte Tilbury помады порекомендовала одна блогер, ее имя Jamie Page. И это помада от NYX. Это линейка их помад Butter Lipstick. И оттенок это третий Snowcap. Вот это очень такая достойная, красивая розовая нюдовая помада. Больше о ней ничего не скажешь. Приятно она ощущается на губах. Тоже очень масляное такое ощущение, не матовая даже и близко. Но если вам надоели матовые, вам хочется немножко больше комфорта, вот можете на NYX обратить внимание. Очень достойная формула. И цвет потрясающе красивый. И еще одна помада, вот эта как раз у меня сейчас на губах находится. Это помада от Colourpop. Ultra Satin Lip их линейка. Это помады, которые практически матовые, но оставляют совсем-совсем легкий след вот такое вот увлажнение на губах. Ну, я думаю, вы сейчас можете видеть, как она приблизительно смотрится. И оттенок это Алиса. Этот оттенок разработала блогер Кейтлин Лайтс. Кейтлин Лайтс на самом деле уже очень много чего выпустила для Colourpop. И это одно из последних ее творений. Мне очень понравилась эта помада. И это вот именно то, что я вот зачастую ношу. Это такие помады, о которых даже думать особо не надо. И формула вот эта сатиновая гораздо лучше, чем ультраматовая, потому что ультраматовая у них все-таки, ну, такая тяжеленькая для губ. А сатиновая очень приятная. Она имеет легкую, такую, как своеобразную, как припудренность на губах. Но это вполне терпимо. И носится она тоже достаточно долго. Возможно, не так долго, как матовая. Но, тем не менее, очень даже прилично. И еще от Кейтлин Лайтс я решила взять вот эту коллекцию теней. Называется она Where the Night Is. Кстати, вот именно сегодня в Инстаграме Кейтлин Лайтс написала, что уже вот этот набор снимается с производства. То есть, если вы захотите тоже взять, то надо поспешить, потому что два оттенка из набора, они снимают с производства, два еще остаются. Два оттенка, которые как раз-таки они снимают с производства, называются Midnight и Pourer. Midnight действительно, ну, скажем так, сложный оттенок, потому что это грязно-болотно-золотистый какой-то цвет. Но достаточно сложный, то есть не все с ним подружатся, это точно. И второй, который снимают они с производства, это оттенок Pourter. И это тоже, ну, скажем так, сложноватый оттенок, потому что это бордовый. Вот такой вот, наверное, ближе к классическому бордовому. И тоже он с блестками. Что же касается тех оттенков, которые еще остаются из этого набора, то это два более интересных оттенка. И именно из-за них, вот я бы и советовала брать этот набор, но вот так как уже набором его не взять, то вот отдельно эти оттенки можно приобрести. Это оттенок Telepathy и еще один оттенок Winnie. Winnie очень красивый. Это оттенок розового золота, очень модный, очень красивый. Если вы знаете, как в макияже такой оттенок применить, то 100% он у вас не заваляется. Если же не знаете, то скорее всего, наверное, может и не берите, потому что все же розовое золото, это розовато-такой красноватый тон, поэтому он может делать глаза более такими воспаленными, уставшими. Если вы этого боитесь, лучше не берите. Что же касается оттенка Telepathy, то это вообще просто бомбовый оттенок, потрясающий, красивый, такой вот неоново-зелено-желтый, какой-то очень-очень красивый оттенок. Этот оттенок, это акцент в макияже однозначно. То есть, если вы хотите сделать какой-то макияж, который зажжет ваши глаза, особенно круто вот этот оттенок на черной базе выглядит. Это просто что-то невероятное. И что я еще вам о чем не рассказала, тоже Colourpop. Они выпустили вот такие вот двушки, это румяна плюс хайлайтер. Посмотрите, насколько крутая просто двушка. И если вам на первый взгляд покажется, что вот это бронзер, а это хайлайтер, то нет, они это позиционируют именно как румяна плюс хайлайтер. На самом деле, кстати, называется это Double Play. Упаковка тоже потрясающая, такая, знаете, как у Nars. Прорезиненная как будто, и есть элементы глянцевые. Вот я думаю, вы сейчас это видите. Зеркало тут тоже огромное и очень качественное, поэтому вообще не к чему придраться. Единственное, к чему могу придраться, здесь название сзади нет, поэтому я так от руки написала название. Double Play называется это двушка. Сейчас и один, и второй продукт на мне. Я использую это не как румяна, а как действительно бронзер. Использую я его именно на те зоны, которые как бы вот первыми ловят загар. То есть, да, вот эта вот часть, там скулы, возможно, где-то там подбородок, чуть-чуть на нос, где-то там на плечи могу тоже нанести, если будет у меня такое настроение. Оттенок этого бронзера рыжий. Здесь я не могу сказать, что он прям холодный, подходит для контурирования. Нет, это именно бронзер. Если вы хотите выглядеть немножко вот естественно загорелой больше, то тогда вам он понравится. Если же вы хотите контурирование делать, то это вообще не тот продукт. Что же касается хайлайтера, то это чистые как бы металлические тени. Этот хайлайтер будет видно ночью. Этот хайлайтер просто будет зажигать ваши какие-то черты лица в искусственном освещении. На солнце он тоже взрывается просто ярким таким вот блеском металлическим. Опять-таки он на мне, не знаю, насколько хорошо будет это видно, потому что у меня так стоит освещение, чтобы оно не бликовало особо от моего лица. Поэтому всегда кажется, что на мне хайлайтера толком и нет. Но на самом деле в реальности, в обычной жизни очень сильный хайлайт дает этот продукт. Вот, вроде бы это все, о чем я хотела сегодня поговорить. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А если подписаны, нажмите на колокольчик, который будет вас оповещать о выходе моих новых видео. Потому что YouTube может даже вот в подписках не показывать новые видео. Но если нажимаете на колокольчик, тогда 100% узнаете, что вышло новое видео. Ну что ж, вроде все сказала, самое главное. Поэтому до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok